Субтитры сделал DimaTorzok Сидит и смотрит в микроскоп товарищ Шерлок Холмс Мы с вами продолжаем играть в игру с одним именным названием Шерлок Холмс Crimes and Punishments, господа, преступления и наказания У нас, насколько я знаю, осталось последнее дело, которое не раскрыто еще Что ж, давайте к нему приступать Дело шестое, прогулка в лунном свете До сих пор моя интуиция и мое умение делать выводы меня не подводило Все пять дел до этого я решил безошибочно Хоть и с некоторыми сомнениями Посмотрим, завершится ли этот, так сказать, стрик, вин-стрик Идеальным Флоулес вин Или же я все-таки ошибусь в этой поразе Ну и посмотрим еще, что за дело это последнее Флоулес вин Ух-ха 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 Сows udder in Danny Nutcracker's way. Ah, sounds disgusting, Holmes. Hedgehog goulash. Street turnips in homemade juice. And it goes on. Ah, I can hear them on the stairs now. Well, we can't go there. We can't eat that. Watson, you'll hurt the feelings of those poor children. We have to go. Oh, Mr. Holmes. It is fine, Mrs. Hudson. Mr. Holmes. Wiggins, Dr. Watson is getting ready. He will be delighted to join us. You don't look well, my young man. Is there something wrong? Don't tell me the dinner is cancelled. Mr. Holmes, it's my brother, Leighton. He's in a prison cell. They say he's killed two men. You have to help us, Mr. Holmes, because I know he didn't do it. Where is he now? From what I've heard, they took him to the yard and they gave him a good beating already. You know what they're like? They'll hang him. They won't look any further. Holmes, we have to help him. And forget about the dinner. Wiggins, I'll take the case. You're fantastic, Mr. Holmes. I'll be waiting for you at the crime scene. You'll be there, right? It's on Half Moon Street in Whitechapel. Very well. Whitechapel. Знакомо, знакомо. Так. Ну, давайте сначала сгоняем на место преступления. Внезапное такое начало. Мне уже нравится эта завязка. Сейчас какие-то у нас тут трофеи. Цветок мы сперли из оранжереи. Так, осталось три неизвестных личности, которые, видимо, участвовать будут в этом последнем деле. Так, переключаемся на режим от первого лица, который мне больше нравится. Так, давайте почитаем писем сначала. Сенсация! Экзотический способ убийства. Арсенал преступников вскоре может пополниться ядовитыми растениями. Молодая красивая женщина вместе с коллегой из Кьюгарденс организовала ужасное убийство директора мистера Монте Гюдана. Лишь один детектив сумел раскрыть правду о трагедии, которую изначально посчитали несчастным случаем. от сердечного приступа. Имя детектива Шерлок Холмс. Такие дела. Это я. Я таков. Газет. Давайте попробуем надеть классический Шерлока Холмсовый костюм. Значит, у меня нифига не пооткрывалось. А это, это прически. Зачем мне прически? Где этот картуз знаменитый? Цилиндр. Во! Вот это нормально. Ну, без очков можно обойтись. Блин, а костюм? Подожди. А где трубка? Я хочу трубку. Так, че, как гардеробу. Где клетчатый, точнее, вот этот вот, ну, клетчатый будем считать, костюмчик. Подожди, черный, коричневый. Ну, вон он там висит, я вижу его. Ну, это не совсем то. Я не знаю, зачем я это делаю. Просто развлекаешься. Ну, че-то типа такого. Подожди, а... Фермер? Ужас какой-то. Ха! Поедем туда в халате. Банном. Пальто. Хм. Можно поехать в пальто. Как-нибудь, пусть будет пальто. Да и на вас нафиг. Говорят, что сейчас недоступно. Когда они будут доступны, если, учитывая, что я уже решил практически все преступления. Хрень какая-то. Ну и ладно. Кого это интересует вообще? Зачем я все это делаю, не знаю. Так, ну ладно. Поехали. На Half Moon Street. Пололомную улицу. Улицу. Половина луны. Не знаю. Пололунная. Отличное название, я считаю. Бомжи какие-то. Бомжи, вы что-нибудь еще видели? Понятно все. Понятно. Нас тут дальше не пустят. Да блин, я понял. Разверни меня, пожалуйста. Нужную сторону. Спасибо. Локт. Локт. Ого. Такая опасная аллея. Зайдешь с одной стороны и с другой не выйдешь уже никогда. Добрый вечер, констебль. Добрый вечер, констебль. Добрый вечер, констебль. Добрый вечер, констебль. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, констебль. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, констебль. Добрый вечер. Добрый вечер, констебль. Маха Entonces gone слijk. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну то есть её застрелить мог кто угодно вообще в этот момент Какой ты старательный Подозрительно Констабель, твои заявления были огромной ценой для меня Пулевое ранение в голову Всё понятно Это что за кулочок бумаги Плиты, застрявшие предметы Без вот этой штуки, без этого взгляда я, конечно, никак не могу видеть Чик Это что такое? Похоже на обломок трости Ничего сказать по этому поводу не хочешь, Холмс? Хмм... Этот шарда дерева довольно новая Забрал с собой Так... Что-то мы ещё не досмотрели А что мы не досмотрели? Что есть тут такого? Чего ещё не видать? Левый карман Ключ Какой-то подозрительный ключ Какой-то подозрительный ключ Какой-то подозрительный ключ Ключ Я спрашиваю, что дверь открыла Понятно, с одним разобрались Где второй А вот и второй А вот и второй А вот и второй Какой-то подозрительный ключ Какой-то подозрительный ключ Без понятия Смерть Не поставил Регист Узритель Веселый Так Сказать Отвечая Без понятия Без понятия Без понятия Что еще тут у нас есть интересного? Рука, нога, голова. Брайан Веркотти болезненно. Какой ужасный способ, умирать. Врачи драли только зубы, да и все. Так, все, конечно, прекрасно. Тупиковый угол какой-то. Ну да, такое подходящее место, где чтобы кого-нибудь завалить. Ага, а вот у Вигинс. Пока еще нет. Я сразу поспешил сюда. Так, тут у нас бабка с цветами. Хорошо. Что-то какие-то следы непонятные. Они идут, идут и обрываются. Ну это грязь какая-то. Навоз, не знаю, что это. Вот телег. ЛОКТ! ЛОКТ! Хальфмун-стрейт. Так, ну давайте с лысым чертом поговорим. Я чувствую, он замешан. Наверное. Добрый вечер, мистер Тернер. Я слышал конститура Мэрро выяснить, что вы как мистер Холмс. Ты такой детектив, джентльмен? Я слышал о тебе. И, ну, я знаю, что-то. Что-то, 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 что-то. Вот, товарища. Так. Медалька за отвагу. Бакалава. Крымская война. Понятненько. Авторы не удержались, судя по всему. Нужна поддержка. Больная нога. Формата. Ранение получил. Что еще я не увидел? Ну, вот, честно говоря, на первый взгляд ничего такого не вижу. Что еще о нем можно сказать? Седой. Это что такое? А, угольца нет. Смотри-ка. Можете рассказать нам все, что вы могли бы видели или слышали? Я уже был в доме, когда огонь начался. А, уголь. Можете рассказать нам, я clearly heard two gunshots from outside. Пожалуйста, продолжай. Я быстро подошел. Я быстро подошел, я взял, 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 я взял. Я взял, я взял, я взял два бодиа. И, ну, там, 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 где-то, там, там. Где, exactly? Ну, там, 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 там. Ну, я не уверен, что ты видел того, кого схватили в результате. Я взял, я взял. Ну, такой себе. Да. Такой себе. Талант воображения нам тут не особо помогает. Ладно, пойдем, просим второго свидетеля. Пока что, пока что, не все понятно. Хм, вот это интересно. Хм, вот эта зеркала превратилась в половину Мун-стрейту. А че я не могу ее осмотреть? Это же так интересно. Можете нам рассказать все, что вы видели или слышали? Да. Да. Я покупала мои цветы, как обычно. И тогда, файверки начали. В честь Виктория. Я их любила. Но тогда, все вдруг, молодой мальчик уехал из половины Мун-стрейта и остановился просто рядом с мной. Он был в руках. Он был, как густ. И все, в крови. Было темно. Но я мог его видеть. Он был, потому что флешки от файверков. И тогда? Я кричала так громко, как я могла. Я знала, что полицейский должен быть на службе в районе. Он не был времени, чтобы избежать. Два мальчиков его вошли. Потом другой мальчиков вышел из той же улицы. И я слышала, что он говорит о ужасном убийстве. Так, подожди. Ты же с другой стороны стоишь, совершенно? Это же другой человек, получается. Я не уверена. Ты знаешь, что с файверками? Мои спасибо, Стюу. Мои спасибо, миша Пауэлл. У меня нету кнопку. Ты видела кого-то, оставив на западе Холер-Стрейта? Воен, а на время стресса? Нет, тыр. Я не научился. Даже с всеми файверками, я был очень внимательны, потому что всегдаазываюсь за товарищи. Какая ты? Спасибо тебе, миссия Пауэлл. Как же так? Кто из них двоих лжет? Так, ну, вот эти все ребята и дальнейшие продолжения улицы, да, это все уже декорации. Дальше нас не пустят, к сожалению. Мистер Омс, вы видели? Это бы мне удовлетворение, миссия Пауэлл. Что такое? Так. Не знаю, что это играл не за предыдуща. Омс. 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 Ковыляет. Не против если я у вас осмотрюсь? Омс. Этот огонь слона. Это было в последней. Возврат евро, около часа. Папсы почти полностью разрушены. Не успел видеть здесь,aching и надпись сейчас. так он белый на черном становится этот кусок книги что-ли подозрительный тип подозрительный тип что это такое за карта города и от него именно отломалась да он хотел посмотреть на трупы потом убежал видимо не знаю замешан он в этом или нет все мне кажется он просто любопытство подошел посмотреть на будет видно через интересно девки пляшут что писал тут но не могу сказать что он прям скромно же нормально живет такое себе конечно место да бедновато брица правда по нему не особо заметно что приз ты что у нас еще интересного есть картина с каким-то демонами скитчен на фигуре отбросы изрезанная бумага что-то он вырезал и жег судя по всему какую-то княжинцу рубил хитро хитро так доставил вместо терна ядву не опенду винда он виден боди и в кэниф бакла тупы брайан до коты из контура тит корпс мистер терна до пафик view of the crime scene he saw the body из клей и андлейтен чатман стендин вопрос том лампы не горели было было только луна но это она среди туч скрывается то есть освещение сцены преступления было довольно таки хреновым не считая ту лампу которую он принес с собой вместе с собой так ну подожди нет какой не так чувак встал с кровати открыл окно отошел к трупу как-то вот так вот мне кажется что происходит по чипулинкам так ну давай речь пошел дальше короче смотреть что происходит посмотрел хоп сломал трость пошел обратно что он там у него нашел у этого трупа его почему-то взбудоражил он схватил какую-то книгу с полки пошел ее порубал на части а потом бросил в камин и сжег а он вырезал из книги дырочку такое знаете типа секретное потайное окно в которое что-то спрятал как бы книга выглядит неповрежденно но открываешь там такая вырезанная дыра ну наверно как во многих фильмах видели жирные отпечатки масло масло какая-то ценность спер вообще понятно что я так и думал что он не замешан но просто спер какую-то ценность ну ведь живет бедно ветеран денег особо не платит а брейслет а дизайн а дистинктив фичер инчин гришин артефакт а emission город Estoy А теперь, товарищ ветеран, рассказывай. Давайте проверим. Мне кажется, что все произошло так быстро. А, время может сделать шаги на тебя. И что еще осталось? М. Турнер, это важно, что мы получаем твоя конкретная и настоящая статья. М. Холмс, я вас уверен, что остальные вещи, которые я сказал, были очень серьезные. М. Турнер, вы не были серьезными с мной. Не тогда и не сейчас. Но, М. Холмс... Это, М. Турнер, не выглядит как ничего, что художник может иметь. Это стоит больше, чем в доме, в которой вы живете. Я могу объяснить. М. Холмс, я могу... Ты видел Лейтон-Чапман через дверь. Но вы также заметили что-то светлое на земле. Эта precious jewel. М. Холмс... М. Холмс... М. М. Холмс... М. Холмс... М. Холмс... М. Холмс... М. Холмс... М. Холмс, я видела что-то возможность, чтобы получить немного денег. Я был влажен. М. Холмс, я только взял эту блеслое, это все, что я велись. такие дела в общем то я и не верят что он замечен каким-либо образом в этом преступлении нога типичный такой хитрожопый обыватель и типичный свидетель показания не знаю не видел что-то чувствую так конечно так что у нас по заданиям мы все здесь осмотрели тогда мы осмотрели место преступления давайте отправимся на бейкер стрит и узнаем что это за браслет потому что когда мы придем скотт ланьярд нужно быть во все оружие нам нужно поспособствовать освобождению этого молодого человека который скорее всего вообще не при делах хотя неизвестно возможно он замешан так это не то зетты циклопедии искусство и архитектура так это прекрасное старинное украшение является частью коллекции сокровища эллинизма 5 голов овнов метилена были похищены из музея в 1885 году понятненько краденое сокровище значит черепи из айни тюкан тиню май риск и мая а кайф да давай 885 год хорошо грабеж в виллингтоне Верломная кража! Верломная кража! Что-то все путешествия на Скотт Лангьярд откладывается и откладывается. Ватсон! Ватсон, ты что там делаешь? Ты не хочешь, иди со мной? Ну как же так? Так, бомж какой-то роется в мусоре. О, морячок! М-м-м, бухают. Судя по всему. Батлер спауншоп. Мистер Батлер все-таки решил приобрести указанное сокровище. Но только каким-то хитрым способом. Что-то я смотрю, он переживает не лучшие времена. Так-то такой магазинчик малюхонький. Вещей не очень много. Так, ладно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Слушайте, а может быть так, что этот Батлер купил, собственно, у Винсента Фолли эти сокровища, а потом сдал его в полицию, дескать, я ничего не купил, а где сокровища, не знаю. Ну, а, собственно, Винсент Фолли эти 10 лет отсидел, или надежду мести, вот вернулся, и отомстил. Я так думаю. Вот такие. Крекуляции. Здорово, Кеннет. Помнится, ты как-то сказал мне о трех украшениях. Золотые за головами овнов из Древней Греции. Они все еще у тебя? У меня хорошие новости. Я нашел человека с деньгами, который сходит с ума по таким штукам. Он готов отвалить небольшое состояние. Я могу устроить тебе встречу с этим денежным мешком, но ты поделишься заработком. Буду ждать тебя на углу Большой Лилии, ехав в Монстрит в воскресенье вечером для начала салюту. Ну, короче, подстроено. Только так, я бы на его месте не пошел. Закоулок. Закоулок. Часы тикают в разнобой. Раздражает безумно. Так, скоежек, акоежек, какое-то аппенистское снаряжение. Так, давайте сделаем, что у нас там заключение. Какие-нибудь есть драгоценности Баттлера, это те же самые пропавшие. Нет, не хочет. Не знаю. Странные какие-то соединения. Мотив грабеж. Обретение исчезнущего сокровища эллинизма могли стать мотивом убийства, совершенного на Халфмонт-стрит. Мистер Терни разобрал прослед сразу после преступления, но кольцо до сих пор не найдено. Да, это единственное заключение, которое мы можем сделать. Ничто не соединяется. В общем, логично. Иногда просто не очень понятно, по каким причинам те или иные вулики соединяются. Так, ну что мы тут все осмотрели? Видимо, да. Лыжи кто-то занес. Но больше вроде бы ничего на глаза так не попадается. Поэтому пойдем отсюда. Чик-чик, а не ты ли морячок занес ему свою ракетницу? Что, весело там у вас, да? Меня не пустите? Сволочи даже постучать в кольцо не дают. Бухает и спит. По-моему, там что-то упало. Ну что ж, ладно. Поехали. Значит, таки. Шотландский ярд. Шотландский ярд. Шотландский ярд. Шотландский ярд. Шотландский ярд. Шотландский ярд. Он поперся с ними. Что-то вообще бред силы кобылы. Я бы ни за что не пошел. Штландский ярд. Давайте осмотрим на её. я хочу посмотреть на капсюле патронов ну вытащи блин вот 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 этот видите отличается от других возможно он до 2 выстрела произведено из этого револьвера то есть это вероятное орудие убийства тыблока не густо револьвер да это возможно орудие убийства я подозреваю что чапман просто подобрал револьвер хотел заиметь так управление на меня раздражает нелогично так ничего не украл тернеру выстрел показались разные потому что и было три сначала прозвучал одиночная затем два одновременно ну пока что я делать вывода не буду мне честно говоря не ясна ситуация чтобы делать такую стреляли из разных частей или стреляли три раза но вероятнее всего кататься потому что из одного револьвера расстреляли два раза оружие хотя блин не знаю ладно пока короче не будем делать вот я уже надо сделал и уже не отменить так бесспорные улики показания свидетелей орудия убийства указано то что виновник лечебна с ним еще надо пообщаться будет понятно больше мы ничего из себя не выдавим надо пообщаться с нашим подозреваемым это он поможет нам продвинуться в этом деле в мартона найти незачем друг сюда еще не привезли да и что нам даст рассмотр может так осмотрели и застрелили то есть Продолжение следует... Все хорошо, мистер Раймс, я вам скажу все. Да ладно, то, что он в клерк вотрезал. О, в той же тюлячике сидел. Но что-то я не уверен, что он такой уж невинный. Продолжение следует... 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 Я паник. Я не знал что делать. В любом случае, я подходил к телу, чтобы увидеть если они все еще живы. Я видел, что один имел кровь от его головы. Он умер. Это было ужасно. Второй, он уже живет. Он был в голове в голове. Он был в голове в голове, но я взял. И потом я следил в третьем человеке. Редактор субтитров А.Семкин Пистолет-то у тебя откуда? Лейтон, ты способен описать человека, которого ты видела в «Half Moon Street»? Лейтон, ты способен видеть его линию. Он слишком далеко. Я мог видеть его силуэтом. И что такое? Ничего особенного. Он однажды однажды однажды. Он довольно平均 в размере и в размере. Я не знаю. А еще что-то еще что-то выяснили? Нет. Но, может быть, это странно, но... Я не помню, звук его шлепки, когда он улетел. Может быть, это было потому, что огурцы, или... Я удивляюсь, видеть его. Либо обувь на мягкой подошве, либо он был босиком. Не, на босиком тогда были бы слишком слышны шлепки ног. Босых. А так, скорее всего, какая-то обувь с мягкой подошвей. Лейтон, я помню, что я удивлялся. Почему должен быть молодым человеком, как ты, взять шлепку с руками мертвого человека и начать в последнюю правильного убийства? Я знаю. Я думаю, что я думаю. Но, в то время, это было... Это было как рефлекс. Криминал должен быть арестован. И он был оборудован. Вы способны, рискать свою жизнь. Это было немного... Девчонки. А если... Вы хотели победу. Нет, мистер Рэмс. Я просто был брызг и ступид. Вот. Вы сидели вместе. Я уверен, что вы были, но... Я думаю, что вы могли бы уникать одну из своих врагов, Бриан Вакотти. Вы знали его хорошо, да? Вы не знали? Как... Какого бы вы знали? Вы знали это? Вы имеете в виду обычную татуу из Брест-Гейт-Бротер-Ход, на вашем руке. Я наблюдал точно так же, на самом деле, на самом деле, на Мистер Вакотти. Вы пришли знать его после того, как вы делаете из-за прошлого преступления. А я правильно, Мистер Чапман? О, Господи. Вы правы, Мистер Холмс. За что ж тебя судили? Это интересно. Скажи мне немного о Бриан Вакотти? Мы были убеждены для убеждения. Однажды были в преследовании двоих нас учились в одной из этих fraterнителей. В этом году мы пытались помочь другим другим, ты знаешь? Ты тогда довольно молодой, я думаю. Да, Мистер Холмс, мы были. Мы только уничтожили на пандах. Мистер Холмс. Мистер Холмс. Вы наставали в пандах, когда он был в преследовании. Мы не были в семье. У нас уже не было. Учитель уничтожили. Он взял в преступлении. Вы уничтожили его? Да. И за два года я не слышал о его всем. Мы увидим тебя скоро, молодой человек. Интересная история. Интересная история. так человек описано ли это начало на плотное воображение создан чтобы оправдать себя но это то есть такое дешевое заключение что он убил чтобы играть на это бред даже останавливаться на там не буду учитывая что он результате ничего и не украл как уже ты пробежь мать его все равно грабеж пропавшие предметы искусства соединяется соединяется пока пока что делать выводы конечно рано но действительно все улики против чипмана на данный момент ничего особо не сделаешь нужно расследовать дальше что ты орешь но тут мы конечно не думаешь что-то новое изобретем надо смотреть дальше надо думать дальше что-то связано с этими сокровищами я думаю завязано я уверен что убийца это винсент фоли либо кто-то из его сообщников которые вышли чтобы таким вот хитрым образом получить во владении эти сокровища они его заманили в перевод убили а чапан просто случайно примешался к этому всему такие дела ну что ж давайте на этом месте пока что завершим серии была такая завязка сюжета следующий попробуем размотать это дело спасибо что смотрели с вами был ведьмак подписывайтесь комментируйте оценивайте приходить смотреть это и другие прохождения всем пока спасибо